ну вот доброго времени суток друзья мои вчера я такие серьезные философские измышления выложил свои на тему во времена у нравы как она была как она есть как она должно быть и все такое сегодня я хочу немножечко для снятия напряжения повеселить вас в очередной раз но веселье будет но все на ту же самую тему на тему воровскую ах какая доля воровская я думаю вы от души поржете особенно те кто близок ко мне по возрасту и имеет похожий бэкграунд я сейчас расскажу есть такая категория людей такой у меня будет пролог больные как над бы было во всяком случае сейчас не знаю больные этой темой то есть вот так же как сейчас неистово люди стремятся сделать карьеру сейчас посмотрю работает у меня работает да вот так же когда-то пытались сделать карьеру в преступном мире то есть достигнуть генеральского вот этого звания стать судьей третейским то есть особенно это касалось кавказа когда с детства начал человек себе объявлял стремящимся но данных высот не достигал ну по каким-то там критериям по параметрам но не всем давно воровать вот не дано многим но они прям буквально до шизофрении доходили то есть болящие люди начинают с ним разговаривать и ты понимаешь что ты разговариваешь психически нездоровым человеком которому не дано стать вором но тем не менее он до сих пор вот в этой теме она у него гипертрофирована спутанную у него там знаете вот сидит там молодой грузин там и плачет я к нему подхожу грудь чё плачешь биджо он горит бачуку логиллова мусора до смерти запитали на бутырки ягру я только с бутырки приехал он умер на моих руках можно сказать от передоза какой запитали биджо ты не знаешь ничего ты тонкости не слышал и вот такая ну короче и их очень много их больше чем самих воров там в три раза люди которые где-то вокруг них крутились любого практически грузину можно было в тюрьме спросить да не надо было спрашивать они хвастались этим а как кобака березе значит а мой малечный брат я с ним детстве одну сиську сосал или там брат сват взять там с моего поселка с моего города да мы там бухали вот вот фотки с ним это дежурная была тема приобщиться к такой знаменитости какому к некоему робин гуду и сказать что я тоже вот вот должен быть уже такие же я уже не говорю какие-то трагические там общение с людьми которые потеряли этот статус там прошлики так называемые там да или как они сами себя называют в конфликте когда спрашиваешь у вора как пойти в конфликте угу то это бляди видео то есть но вот тормознули и так далее здесь был вором стал не ворон там узнали про него там что он в армии служил или что-то сделал там неправильно и тормознули на сходке порешили отомстить за него ребята загорелась лимана но это еще все по серьезным темам плаваю спущусь с небес на землю и расскажу про одного такого человека справедливости ради надо отметить что лично я его ни разу не видел но сидел в то время о котором я буду рассказывать и несколько человек очевидцев вот этих событий они достаточно красных красочно изложили я свое время там поржал и предлагаю вам теперь вместе со мной поржать в этот праздник день рождения есть у меня день рождения мне 53 года я не собираюсь или даже бухать потому что у меня что-то с организмом происходит непонятно то ли печень у меня отказал то ли что-то какая-то отдышка появилась в общем одним словом старею жизнь очень короткая проклятые рудники не дают о себе забывать и поэтому вот нет возможности к сожалению по вот из 18 лет отсиженным один раз я только отмечал день рождения это было в щекина ну как 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 положено вот в арестантском мире его отмечают то есть когда там музыка гости идут одни за другими там столы накрыты там самогонка и косяки забиваются там играет там какой-нибудь михаил круг с буфером вместе ну и так далее и тому подобное то есть это вот апогей там а когда еще прибегает шнырь от положенцы приносит тебе там медленного по полочку и говорит братуля там тебе с его вот давай там и бла-бла-бла а все остальное время носки трусы и мыло это в лучшем случае если не люлей а так от красных от каких-нибудь я никогда праздник не любил не в интернате его не отмечал один раз 16 лет отметил но это отдельная история я вернусь к нашему субъекту за звали его не знаю жив он или нет звали его гиви погоняло косой со слов тех кто его видел говорят это был огромный грузин мясистый такой мордатой и один глаз у него прям ну смотрел на юго-запад а второй на северо-восток то есть такой раскосой и соответственно погонял у него был косой ничем дурным себя в воровском мире он не зарекомендовал то есть у него не было каких-то поступков ну прямо вот противоречий там бляских или газких или там крысиных или мышиных это был такой ну даст порядочный арестант хороший бывший спортсмен но была у него манечка когда он проезжал в лагерь или на централ на какой-то если там не было воров и он видел что там что-то неправильно на его взгляд ну не должным образом там налажен ход то он сам объявлялся вором что у нас ну что по факту является поступком ну так скажем фатальным то есть если условно говоря человек не являющийся вором приезжает куда-то объявляется вором но обычно после этого очень серьезные последствия вплоть до фатальных там да ну как минимум там это хороших люлей с объявлением соответствующий тебя статус из которого ты больше не выйдешь и так ты и будешь потом где-нибудь прятаться чтобы не добили ну гиви косой делал это многократно то есть при приезжал на централ или в лагере и для того чтобы наладить там должный ход объявлялся вором потом эта информация всплывала до него дотягивались реальные воры давали ему там пару лещей и спускали это на тормозах потому что он не преследовал корыстных целей он никогда не пытался присвоить себе казну общечок то есть он никуда если он его и запускал то только на нужные дела и он действительно налаживал правильный по тем меркам ход то есть ну делал все как оно должно быть и поэтому ну его тем более знали там и по лагерям из детства по-моему тбилисский был и поэтому ему все так на тормозах спускалась и вот последний его выпад был как раз на матросской тишине я сидел в 117 камере это была большая общаковая камера с общим режимом то есть там преимущественно сидели те кто заехал первый раз сейчас одну секундочку тут меня с днем рождения поздравляют бетон пошел бетон это вместо торта ну вот и короче заезжает он ну чтобы вы поняли вот коротенькая зарисовка про этого человека ну уже кое-что я про него сказал это вот предыстория сидит он в больничной камере он он был очень молчаливый любил вот так облокотившись на больничную тумбочку завести один глаз налево второй направо и часами и днями молчать своих каких-то философских размышлениях что собственно является на самом деле для мужчины норм до признак мудрости когда человек молчит значит он мудрый это по слову экклезиаста если трещит как шляпа в коробушке как я сейчас с вами нужно дурак вот но чтобы вы делали без дураков со скуки бы сдохли ну короче в больничной камере он сидит и молчит и найти ну в тюрьме все двигается вокруг корыстных побуждений какие-нибудь шмотки отжать там сигареты чай деньги наркотики это уже выше высший пилотаж если ты смог там что-то где-то достать все других там никаких но как бы ну и освободиться естественно хочется но по поводу раньше был нельзя пожалуйста там уйти себе если есть возможность там активовку какую-нибудь там или там сражайся через адвокатов чтобы тебе что-то скастили но никак иначе горжи сидит этот грустный гиви заезжает какой-то полосатый в хату полосатый видимо у него пуши рыльцев пушку что принципе у большинства полосатых она в пушку и поэтому сначала приглядывается присматривается молчит но видит сидит какой-то огромный грузину как бы мало ли что вот и как бы и ну так помалкивает потихоньку потом заезжать 2 полосатый они с этим полосатым там скинтовались и начинают они набирать оборотов то есть они видят что этот грузин молчит вот и как бы и начинают там здесь что-то свое там свое тут уже то есть у них уже свои какие-то интересы где-то на чей-то баул уже заглядываются чем с собой затариться там светорочки у кого-то там передачки приносит и как бы они начинают так раскрылить его раскрылять его за и потом все больше 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 и уже залезает на шею вот этому больничному контингенту там из пяти-шести человек этот гиви терпит 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 и где-то они вот уже перегнули палку там не слышь ты да я там на воркута маркута и гиви короче вскакивает у него огромные кулаки бьет кулаком по тумбочке бах тумбочка разваливается на запчасти он будет ее пара с это я чемпион европы по боксу с этой минуты биджо как я сказал все так и будет и полосатые залезают по зашторки больше никто не видел и не слышал ходили на цыпочки ну вот такой вот был чел и короче заезжает он заезжать 115 хату это строгий режим я сейчас ну на фоне прожитых лет могу понять с чем это все связано и как это взаимосвязано то есть я вот сейчас слышал истории когда там допустим общие на тюрьме собирает человек который участвует там где-нибудь там в пермской области в бригаде капа там ломает людей насилуют убивает его привозят за добавкой он тут становится смотрящим а потом и ну и раньше может быть меньшей степени это тоже было вся вот это шел москва большая никто друг друга не знает сидят все строгачи они уже все бывалые козы не козы ну вот все там и петухи и бывают сухарятся там то есть это абсолютно разношерстный контингент который которым на данный момент выгодно всем мурчать потому что максимально и блага черный ход они получат как бы все причем мурчать они знают во всяком случае не понаслышке может быть сами и не мурчать и вот этот гиви косой заходит в хату где там примерно человек 80 все строгачи то есть они немножко скромнее живут чем на общем режиме что мало передачи туда заходит что-то что-то в карты они чаще играют ну как бы там такой черный ход но за всех невозможно пробить кто исху и кто там кем жил по жизни и вот он заходит в эту камеру и там оказывается там ну условно говоря сейчас может быть будут цифры перевирать это вам просто чтобы интереснее было слушать там из 80 человек 50 блатные но обычно в процентном соотношении это там 5 процентов ну 10 это если приспособленцы прям мурчат красиво ну может быть 10 так что примут камере был бродяга ну там 12 на 80 а тут 50 бродяг а тут заходит гиви косой который уже неоднократно и вором объявлялся и с ворами всю жизнь общается и знает как она должно быть и он короче заезжает вот у его куда-то поселяет там не на особо респектабельное место то есть ну как бы никто место тебе не укажет ты можешь спать где хочешь но это все вот как бы на 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 языке а на самом деле там ну тут пристроился там пристроился но бедолага у него там мир ну где-то там он из грузии там ничего нету в карты там не знаю играл он не играл ну и короче вот как-то он там пожил там несколько дней пригляделся кто чем дышит и понял что из 80 человек 50 блатные и то же время он понимать что это далеко не так что среди этих 50 там 45 притворяются я а еще у половины там рыло в таком пуху что надо бить кстати вот насчет бить это я опять со смешного рассказа немножечко перейду на суровую прозу жизни в этой же камере заехал грузин сухумский у него было имя такое же как у кого-то и из бледей которых разыскивали воры уже много лет для того чтобы убить а фамилия другое а за централом смотрел паши черный причем несколько лет подряд и вот он все что за несколько лет все общее воровское все что он насобирал засунул себе в жопу уехал на суд и не вернулся а своему другу под подушку положил маляву типа теперь ты тут главный такие тоже были коллизии и метаморфозы и поэтому вот этому грузинок у которого было только имя такое же кота по моему кота по музыкальне помню хочу был какой-то блага это бледенок от и который все искали всесоюзная это но у него был вроде менгрейская фамилия этого надзе кончался на швили разбираться особо долго не стали паша черный написал этот убейте его ночью ниткой отпилили струну от шконаря там да и позвали его в угол справедливости и начали пробивать ему голову тот кричит за что хоть скажите да ты ты в общем он успел сказать что их фамилия не соответствует его там уволокли нас на санчасть он лежал с температурой пробитой башкой с сотрясением и не давал ходу никому говорит я сам буду с ними разбираться и бла бла-бла-бла короче ну то есть достаточно все было там жесткой и и прозаично для того чтобы какие-то там предпринимать действия но вот короче гиви он был не из робкого десятка он посмотрел на все это гасло посмотрю мне запись там идет или нет и короче мутит такую херь за там был упал был грузинчик короче на дороге стоял молодой он его зовет по грузински ему там объяснять что надо сделать вот и короче пишет прогон сам пишет прогон и и короче воров в то время на на централе не было и короче этот грузин сейчас реставрирую событий потому что я давно эту историю не вспоминал короче гиви сам пишет за себя прогон отдает этому грузину дорожнику и дает ему наставление чтобы максимальное количество народу при ну привлечь внимание и этот грузиненок значит бежит с этим прогоном вечером ги кричит а то хата тишина гиви гиви прогон от воров пришел 9 тебе малява от воров ну и гиви разворачивает там один глаз туда другой сюда 40 минут читает думает такой сидит заворачивает прогон опять молчит сидит на всех смотрит там вся хата построилась ну кто-то не построен кто уши кинули смотрит на него чё там за прогон интересно же чё за человек такой в хате появился авторитетный которому воры откуда-то с другого централа написали такую не прогон там на маляву вашу и короче гиви встает и говорит так басу то кто себя считает там бродягой подойдите сюда вся хата вокруг построился осталось там два петуха 4 козла остальные все вокруг стали бродяги короче он кучу шнефты забить дорогу морозим серьезный там ара-перяра серьезу ли лапараки и короче забивать шнефты морозит на время дорогу блатные 50 человек построились он говорит короче бродяги старшие братья непосредственно к нам обращаются чтобы должный ход наладить чтобы добиться своего сегодня на вечерней проверке надо завалить мусора и короче из этих 50 человек 25 сразу делают вид что не слышали и рассасываются пахать такие труляля траляля как будто они ничего не слышали остались эти там 25 или 30 стоят слушают в общем так короче я понимаю у кого-то из вас есть маленькие дети у кого-то жена у кого-то там есть кредитные обязательства акты от себя два не отнесемся к этому с пониманием у кого нет возможно или кто-то ждет его из зала сюда отпустят можете туда тоже ра или идти и короче еще разошлось 20 человек там в конце концов вот осталось там пятеро они стоят там на ну около около блатного угла гиви как генерал туда-сюда тусуется они все уже трясутся от страха а ручки бери от пилевую струну ты будешь точить ее ты держи мусора за руки ты ему прям разбивай голову и они там короче все трясутся питером окончание этой истории закончилась тем что этого что этого гиви потянули в баню заехали воры там калина был ворда я точно знаю в то время ровшан по моему сидел но неважно кто там по именам не обязательно звать они уже знают этого гиви его потянули в баню дали ему там леща год гиви чё ты делаешь ну что орали орали вот сейчас должны были бить начать но не начинают он там морду потупил стоит терпит короче они орали орали вы высказали все что хотели потом уже как-то немножко остыли говорит биджи зачем ты это сделаешь это и он первый раз а что написать человек там болотный что комичные истории таких историй еще много связанных сейчас я вынимаю свой девайс не забудьте поздравить меня с днем рождения если у вас нету не мыло не носок шлите деньги ссылочку оставлю на карту в описании ну буду рад в дополнительным средствам чтобы купить девочкам свои сена например и овес всем привет это без дэй туми